У тебя один вариант. Раз, два, все. Давайте попробуем, чтобы сегодня мы поиграли всю эту хохму. Называть тренировку хохмой здесь позволено только самому тренеру. Гандболисты Краснодарского Скифа сейчас не шутят. Из отпуска вышли всего пару недель назад. Занятия физподготовкой и тактикой два раза в день. Остался месяц до принципиальнейшего матча за суперкубок с грозой гандбольной России – чеховскими медведями. Все хотят обыграть чеховских медведей. У нас в прошлом году не удавалось это сделать. Игра будет проходить в Краснодаре, но в случае с гандболистами домашние стены помогают не всегда. В смысле число болельщиков на трибунах все чаще становится меньше. От значимости матча приходит. У нас были в прошлом сезоне и тысячу, и тысячу двести зрителей. Но зал вмещает порядка трех тысяч зрителей, поэтому хотелось бы, конечно, видеть полную трибуну. В лучшие времена. А в лучшие времена просто не было свободных билетов. О том, сколько людей на Кубани болели гандболом еще в недалеком прошлом, вспоминает олимпийский чемпион Сиднея, ныне генеральный директор клубов Скифа Кубани Эдуард Кокшаров. Ведь число болельщиков – главный индикатор популярности любого вида спорта. И, судя по нему, гандбол в Краснодарском крае переживает не лучшие времена. Мне понравилось ваше выражение «Небольшой спад» в нашем гандболе. У нас большая яма. Мы провалились с нашим гандболом в очень большую яму. Главный тренер клуба Скиф эмоции в рассказе о нынешнем состоянии дел в игре с мячом не скрывает. Мужская команда в прошлом сезоне заняла пятое место и пробилась в Еврокубке. Женская Кубань остановилась на шестой строчке в Суперлиге. Результаты вроде и неплохие, но похвастать громкими победами в последние годы тоже нельзя. Ведь еще 25 лет назад Скиф выигрывал Европейский кубок. Такой спад, по мнению Сергея Ладыгина, произошел из-за разрыва в 90-х связи молодежи с чемпионским поколением. Это преемственность передачи своего квалитета, своего мастерства молодым игрокам. У нас потерялось. Когда девчонка или мальчишка выходят из школы и приходят в команду мастеров, там уже нет таких игроков, у которых они могут сделать этот другой шаг в более высоком мастерстве. Вот это все было потеряно. Сейчас многие игроки став звездами уезжают за границу, где банально больше платят. Но история российского мужского гандбола в лучшей ее части написана воспитанниками краснодарской школы. И потерять такие традиции в спорте просто нельзя, говорит на встрече с игроками и тренерами Скифа и Кубани Вениамин Кондратьев. Для разговора специально пришел в гандбольную школу. Вы должны свою игру, этот азарт вызвать к себе. Даже перетащить от футболистов, допустим, к гандболистам. Ваша задача взять это великое прошлое, зажечь этот факел заново и уйти в эту длинную победоносную дистанцию. Несмотря на то, что в прошедшем сезоне Скиф показал себя активней, чем Кубань, но вот в разговоре с главой региона женский коллектив взял верх. Почти все вопросы от девушек, об их проблемах в гандболе. Отсутствие вообще зрителей на трибунах. Простите, но элементарно ходят родители и бывшие гандболисты. Хочется просто немного привлечения, возможно, какой-то микрорекламы с игроками команд. Просто хочется немного видеть поддержку зрителей на трибунах. Любой зритель требует зрелища. Мы теряем игру, мы теряем зрелище. Мы теряем болельщиков. Это закон. На плохую игру болельщик не пойдет. Это одна странная медаль. А вторая, я согласен с тем, что если ничего не делать, то ничего и не будет. Сегодня, конечно, теряется сама культура гандбола. То есть теряется традиция. Сегодня нет популяризации гандбола. Даже на примитивном уровне, на простейшем уровне. И здесь, конечно, мы должны поправляться. Ударить по антипопулярности Кондратьев предлагает телевидением. Репортажи или программы об истории гандбола, нюансах игры могли бы привлечь внимание к этому виду спорта не только болельщиков, но и тех, кто хочет заняться тренировками. Желания и настрой в спорте были всегда определяющими. Но как бы ни хотелось, в спорте высоких достижений, условия, материально-техническая база играют только на руку. Как бы мы ни говорили, на тощий желудок, наверное, голы не забиваются. И сил на тренировку тоже нет. Поэтому, наверное, вопрос финансирования, он самый основной. Сегодня совместно принято решение, что финансирование клуба «Икубань» и «Скиф» лежит на администрации города Краснодара под личным контролем мэра Краснодара. После такого неожиданного заявления кубанские гандболисты пообещали главе региона и всем любителям игры в этом сезоне выложиться на 110% и не сбавлять обороты в будущем. Учитывая, что Краснодарская школа гандбола – одна из немногих, где дети занимаются бесплатно, есть надежда, что утерянное поколение чемпионов появится снова. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Денис Перец, «Кубань-24», Краснодар.